Государственной Думой выдвинут законопроект, который, возможно, радикально изменить ситуацию на рынке труда. К 2020 году должны быть введены в действие профессиональные стандарты практически на все профессии, которые используются на рынке труда. Новые требования будут предъявлены к специфике образования и стажеработы специалистов. Это может стать причиной переквалификации большого числа ныне работающего населения. А сколько у нас врачей или педагогов имеют дипломы, полученные не в наших государственных бывших советских учреждениях, которые сейчас перешли как бы в современную Россию, а сколько у нас в 90-е годы наплодили разных коммерческих институтов, филиалов этих институтов. Их огромное же количество. Людей там фактически не учат. Они платят деньги и получают диплом. Для профсоюзов новые стандарты – это всего лишь далеко идущие планы государства. Сегодня приходится решать проблемы более насущные. Самая малая плата труда с 1 июля будущего года составит 6 тысяч рублей, что по-прежнему не превышает отметки прожиточного минимума. Профсоюзы в целом в России считают, что минимальная заработная плата как минимум два прожиточных минимума. Если прожиточный минимум у нас, грубо говоря, 8 тысяч рублей для трудоспособного с копейками, то где-то 15-16 тысяч должна быть минималка. Государство пересматривает просьбу профсоюза о повышении оплаты труда бюджетной сферы. Однако бизнес-сектор согласен поднять планку минимума до 7 тысяч рублей.